Всем привет! Вы просто не представляете, насколько страшно произносить сегодняшнюю дату. Я попробую сейчас даже мистическим голосом. Сегодня пятница, тринадцатая, 2020 года. Ты как будто бы презентуешь автомобиль какой-то. Новый такой-то автомобиль. В черном-черном рамске. Даже после этих раз как-то, знаете, говорить, что сегодня вы смотрите программу «Новый день» как-то не по себе немножко. Ну, на самом деле, в 2020 много всего было. Возможно, сегодня самый лучший день, чтобы нас добить. Не хотелось бы, Вова. Здравствуйте, дорогие телезрители. Вот сегодня добивать, так скажем, будем мы, Владимир Быстрых, Вероника Кондратьева и Яна Попова. Ну, а если вы верите в суеверие, то мы желаем вам сегодня не встретить черную кошку и бабу с пустыми ведрами. Прекрасно начали программу. Думаю, нас уже в начале переключила часть зрителей. На самом деле, сегодня, да, пятница, и сегодня тринадцатый, и да, еще 2020 год, к большому сожалению для некоторых. Но парадоксально, что сегодня отмечается 13 ноября во всем мире международный день доброты. Вот как. Ну, 13 ноября не виновата, что оно выпало на пятницу. Да, поэтому не так страшен день, как его молюют. А еще сегодня один классный день, начну я с доброты, начну я пользуясь служебным положением вот с чего. Хитрая какая. Сегодня у моего любимого племянника, у Алексея, день рождения. 13 ноября ему исполняется 17 лет. Опа. Лешка у меня студент, первокурсник училища Олимпийского резерва, хоккеист. Я желаю ему успехов в учебе и успехов в спорте. Ну, мы тогда присоединяемся к поздравлениям. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Да. Лешка прикольный малый, я с ним познакомился этим летом, так что Леха. Я сделаю вид, что я тоже знаю, да, красавчик, молодец, день рождения. Ну, а мы, помимо всего прочего, хотим вам рассказать, что ждет нас сегодня в передаче. Ну, и нас, и вас, получается. Во-первых, это, конечно же, ваш любимый гороскоп. Во-вторых, Вероника Кондратьева сегодня нам в новом формате расскажет какую-то интересную штучку в рубрике акцентология. Ну, и, в-третьих, мы ждем вас в этой программе. Ну, раз уж ты перевел на меня стрелки, я переведу стрелки на тебя. Дело в том, что у Вовы вышла новая рубрика, а называется она Wow Challenge. Поэтому я предлагаю прямо сейчас посмотреть, о чем же она. Всем привет, это наша новая рубрика, которая называется Wolf Challenge. Каждую неделю мы будем приглашать в гости известного человека, будем экспериментировать на этом человеке наш новый челлендж. Ну, и после этого у вас будет возможность повторить все это в домашних условиях. Итак, вов челлендж мы начинаем! Итак, сегодня мы встретились с Романом Абрамовым. Это организатор и капитан футбольной команды Onyx. Роман, мы знаем, что ты крутой футболист и очень сильно связан с футболом, но наш челлендж будет связан не сильно с футболом. У нас есть вот такая бутылка, если вы понимаете, о чем я. Ее нужно будет набить. Посмотрим, сколько раз ты сможешь это сделать. Держи! Вот, и поиграли! Кажется, я погорячился тем, что он хороший футболист. Ее только надо было водой хотя бы налить. Пум-пум-пум! А то даже три раза не набьешь ее. Ну что, это была разминка, прямо сейчас у нас будет зачет. Поехали! Зачет, не зачет! Ну что, в связи с погодными условиями решили сменить локацию, здесь нет ветра, у Романа появилось больше шансов это сделать. Итак, Роман, начинаем! Четыре раза, пять. Реально можно за десять, кто десять набьет, тому полную можно воды давать. Ну все, ребята, теперь, кажется, я готов к финальной попытке. Ну давай, раз, два, три, четыре. Четыре раза таков результат Романа Обамова. Попробуйте и вы, посмотрим, сколько получится у вас. Ребята, начинаем с вами рубрику New Day Games. И будем сегодня угадывать с вами не совсем породы собак, я вам покажу собаку метиса, гибрида. В общем, порода, созданная из двух других пород. Нужно угадать из каких. Так, ну вот это, это, короче, кошка и сон, мне кажется. Нет. Ну, кто это может быть? Щенок кого? Ну, походу, какой-то типа… С длинными ушками, как называется? Не, на самом деле, вот так вот по носу, как будто бы лабрадор. Если честно. Лабрадор и чихуахуа. Вот мы его. Чихуахуа, да. Еее. Серьезно? Да, лабрадор и чихуахуа. Только я не могу их союз вообще представить. Лабрадор. Лабрадор большой, чихуахуа очень маленький, я не знаю, как они друг друга нашли. А вот это кто? О, это на корки вообще похоже. Похож на корги и… Корги, да. Да, и на какого-то Джека Рассела, да, или на чихуахуа? Да, на Джека Рассела похож. Вау, а кто это, как думаешь? Ааа… Да, я соглашусь. Ну, кто это, корги и чихуахуа? Походу, с Никой надо соглашаться, потому что на… Кто это, корги и чихуахуа? На корки похожи. Нет, корги. А второй… Корги, Джека Рассела, вот. Итак, правильный ответ, это корги и чихуахуа. Чихуахуа опять. А что чихуахуа у нас какой-то, типа, как вода, в экспериментах добавляется везде? Он любвеобильный. Следующее. О, ну это точно хаски. По глазкам, да? По глазкам, да. А еще кто? Есть такая порода, я не знаю, как она называется. Такого цвета, китайская хохлатая? Наверное, да. Такая немножко неказистая. Привет, мы где? Мы кто? Она лысая, черно-белая такая, вот с таким разом. Нет, такое я не знаю. Хаска и вот это вот. Правильный ответ. Это австралийская обчалка и хаски. Кто бы мог подумать, да? Ну с хаски, да, Вова угадал. Так это просто два няга. Нет, это, короче, шарпей. Шарпей? По лапам, мне кажется, похоже. А, потому что складки на лапах вот эти. Знаешь, с кем? Ну вот с Джек Расселом, походу. Не, ну хотя сильно. А черный откуда он такой? Черный с подпалинами. Как той терьер, как ринчер, как ротвейлер. Ну, значит, скорее всего, это какой-нибудь лабрадор и той терьер. Что-нибудь такое. На самом деле, это ротвейлер и лабрадор. Представляете? Большие две собаки. У меня, у подруги была смешная история, точнее, у ее парня. Он хотел всегда себе ротвейлера. Это раньше модные эти собаки были в 2000-х годах. И просил, просил, у мамы просил, просил. Она ему купила собаку. Черную, с подпалинами. Он говорит, я радовался до тех пор, пока не вырос пинчер. Они же цвета одинакового. Сразу же видно. Обманули. Нет, маленький был. Вот такой же. Да, примерно. Так он таким и остался. А это кто? Ух ты! Ну вот это стопудово шарпей. Да, похож. И походу какой-то веслоухий. Британец. Нет, британцев нет таких. А он почему-то глаза у него, он как будто немножко подослепший. Ну вот пускай это будет мопс и шарпей. Вот, точно. Да, да, скорее всего так и есть. Да, это мопс и шарпей. Какой хороший. А это кто? Вот это сложно угадать. Это Акито. Похож. И... Ну вот это походу какой-то тойтерьер. И волосатая такая, забыл как называется. На лайку похож мне кажется, нет? Поднимай. На самоед? Самоед. Кто это? О, или самоед, да. Самоед и тойтерьер. Самоед или Акито. На то я не похожа. Тойтерьер черненький в основном. Блин, а Акито-то это как? Акито это хатика. А это Акито и самоед. Так. Это пиренецкая горная собака и сибирские хаски. Вообще таких не знаю. Но самоеда очень похожа на белая, пушистая, просто тот еще пушистее. Пиренецкая. Горная собака. Следующая. Ой, он такой миленький. Славнюшка. Ну это этот как в... Мастиф типа? Ну типа того. А голубые глазки? Хаски. Походу хаски. Хаски. Голубые глазки хаски. Да. Хаски с голубыми глазками. И кто второй? Ну вот этот, который... Мастиф. Из фильма который. А, Бетховен? Бетховен. Это было как у него порода на самом деле. Сербернар. Подсказывает. Ну он же с пятнышками у вас у меня есть? Ну это тоже с пятнышками. Ну это похоже на самом плане. Сербернар и хаски. Да, думаете? Да. Еее. Да, Вова. Ты что знал? Ты знал? Как бы знаете... Мне больше нравится выражение лица хаски и сербернара. Абсолютно разные. Интересный какой характер у этой собаки? Ну и последний. Давайте угадаем. Их еще много. Ну походу тоже хаски раз цвета. Разные глазки. Смотрите у собаки. Короче маленькая такая собака. Очень низкие лапки у нее. У нее длинные такие как бы волосы идут. И мордочка такая. Немного как бы типа вот как вот у этой собаки, только она низенькая. Я не знаю породы названия. Я забыла. У которой хвостики обычно длинные волосы все-таки сильно? Ну наверное да. Я не помню как порода. Вова, как ты думаешь кто это? Нет, вряд ли. Ну хаски и какая-то собака с длинными волосами? Какая-то собака с длинными волосами. Оскорбление в адрес женщин. Ладно. Это корги и пудель. Ой, вообще нет. Ой, смотрите корги с разными глазами. Да это корги тоже потому что… Корги считаются самыми семейными позитивными собаками. Прикольно. Ладно, еще пород много. Прикольно играют. Думаю, зрители с нами с удовольствием поиграли. А мы переходим к нашему гостю. Ну а к нам пришли две наши очаровательные красавицы. Это Вера Галиева, победительница всероссийского конкурса «Большая перемена» и Зайцева Ирина Николаевна. Это ее наставник. Здравствуйте. 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 Давайте немножечко познакомимся с вами. Вера, вот мне интересно, ты такая молоденькая. Сколько тебе лет? Мне 17 лет. Я ученик 11 класса. Представляешь? Ты в какой школе учишься? Номер 24. У нас в Венгарском, получается? Мы тебя пригласили не просто так, конечно. Мы знаем, что ты выиграла крупный конкурс. Расскажи, пожалуйста, где он проходил, когда ты оттуда вернулась и что, собственно говоря, ты выиграла? Конкурс «Большая перемена» проходил на базе лагеря «Артек». Вернулась я несколько дней назад. Совсем недавно. Да, совсем недавно. Какой был главный приз, что ты выиграла? Главный приз – это был миллион рублей и 5 баллов на ЕГЭ. Ооо, это дополнительные баллы. Дополнительные баллы. Да. 5 баллов – так звучит прям… Даже кручите миллион. Нет. 5 баллов на ЕГЭ звучит очень мало на самом деле. В данном конкурсе мы разрабатывали различные проекты. К примеру, финальным проектом мы разрабатывали город будущего. Да, у нас было в команде 10 человек со всех областей, но в основном там была Иркутская область. А, в основном Иркутская область была? Да, ну так получилось. Ничего себе. Вот смотри, ты сидишь дома такая, и вот в какой момент к тебе пришла идея принять участие в конкурсе? Как ты о нем узнала? Как подавала заявку? Наш классный руководитель оповестил весь класс о проведении данного конкурса, и вот я подала заявку, мне стало это интересным. Это когда был? В какой период? В апреле месяце этого года. А, это вот карантин начался, появилось в свободное время. Заявки онлайн подавались как-то, да, видимо? А конкурс проходил очно? Конкурс сначала проходил онлайн, а потом очно. Полуфинал и финал проходили. Полуфинал проходил в Новосибирске, а финал проходил в Артеге. Ирина Николаевна, вы преподаватель, получается, Веры. Что преподаете? Я у Веры преподаю историю и общество знания. Вы ее не классный руководитель? Нет, я не классный руководитель. Я выступила наставником в первичном веренном проекте, и затем наставником при полуфинале. В финале, ну, в финале нам не дали возможность наставникам с детьми поработать, а вот в полуфинале мы поработали. Что вы делали? Расскажите, город будущего, какие были задания? Там какие-то кейсы, да, назывались? Да. Ну, вот, кстати, город будущего, это тот именно кейс, который Вера выполняла самостоятельно, без какой-то поддержки. И хочу сказать сразу, что наставничество – это не помощь, а это, скорее всего, поддержка в данном моменте. Все, что было сделано, было сделано Верой и ее командой. Ну, вот хочу добавить, что из 13 участников Иркутской области только 8 получили, ну, призы различные, там же еще и 200 тысяч кто-то получил, не миллион. И вот Верочка наша получила миллион. Ну, Вера, куда можешь, потратишь куда? Скорее всего, на образование в престижном вузе. Да. А, то есть можно самому выбирать, куда такой номинал устроить? Да. Нет, все равно есть ограничения, но я планирую потрачить туда. Куда, куда, расскажи, где будешь? Ну, конкретно не могу вам ничего сказать, много вариантов, не буду пока распространяться, поэтому давайте следующий вопрос. Ну, например, хотя бы по какой профессии ты дальше будешь? Нет, точно. Не знаешь пока даже? Да. Ну, я знаю, но приблизительно. Ну, ты видишь, это все тайно покрытое мраком, скажем. Да. Ты говоришь, что у тебя началось все это в апреле и закончилось только недавно. Артек, я так понимаю, это лагерь, в который нужно непосредственно уезжать. Да. И ты прям вот все это время была там? Нет. Сначала всего был конкурс, включал пять этапов. Первый этап – это была профориентация. Второй этап – нужно было представить себя, заснять небольшой видеоролик. Это все этапы проходили дома. Дальше мы делали кейс про здоровье. Я выполняла его с моим наставником и командой из ребят из школы. Следующий этап – полуфинал уже проходил на базе лагеря Тимуровицы в городе Новосибирске. И опять же полуфинал проходил в лагере Артеки. Ну, что все помотало, да? Жизнь конкурса была по городам, по лагерям, всяким интересным очень. Смотри, вот сначала была командная работа. Работая с наставником. А, получается, победа персональная? Или как это? Как это все происходило? Почему победа персональная, а задания командные? Как это все происходило? Если брать, к примеру, этап полуфинала или финала. Рядом с нами стоял наставник. Человек, этого мы не знали. Он смотрел наши личные качества. То есть, как мы ведем себя в команде. Он оценивал наши коммуникативные навыки, креативность, альтруизм и много различных других. Короче, прикольно. То есть, вы работали в команде, что-то делали, а вас смотрели как личность. Да. То есть, по сути дела, победитель – это личность. Да. Здорово. Да. Вер, мы читали перед твоим визитом интервью твоей мамы. Она сказала, что дистанционное обучение помогло в этом конкурсе, потому что появилось больше свободного времени. Это так? Да. Или только маме помогло? Согласна, нет. Мне на самом деле намного легче учиться на дистанционном обучении. Да? Да. А мама как к этому относится? Просто родители все бунтуют в обучении. Да. Мне кажется, все говорят, что мы… В процессе обучения я в основном не затрагиваю своих родителей, я самостоятельно справляюсь со всеми задачами. Ну, это просто ты такой… Мотивация. Мотивация высокая у ребенка. А у вас детей в семье много? Трое, да. Многодетные у вас семьи. Как относились к твоему конкурсу сестры у тебя? Да. Сестры, мамы помогали? Ну, они, конечно, были все за меня рады и помогали чем-то. Во время конкурса они тебе помогали? Это был твой первый крупный конкурс или ты еще участвовала в каких-то, может быть, областных, всероссийских других конкурсах? В основном я участвовала в больших конкурсах, но по спортивной специализации. Я занималась много лет плаванием, были соревнования также всероссийского уровня, регионального, а вот имени направленности образовательной не было. Вот так, да, еще и спортсменка все. Да, на прошлом году я ездила в Артек с помощью… Да, с помощью… Так ты уже не первый раз в Артеке. Да. Как домой к себе. Я слышала, что в Артек можно единожды попасть. Нет, можно один раз в год. А, то есть тебе не важно, да? Ну, ты все равно должен быть каким-то очень таким выдающимся учеником, да, чтобы туда попасть. Скорее учеником, а талантливым в той или иной сфере. Иногда. И там, как в Хогвартс, да, личное приглашение, сова присылают, да? Ну, не совсем, но… Ну, мы вообще надеемся, коллектив у нас надеется, что Вера у нас будет золотой медалисткой, потому что у Веры все хорошо с этим. Мы надеемся, что Вера справится и с этой задачей, да, есть большая. Давайте немного о цифрах. Сколько всего человек принимал участие в конкурсе и сколько среди этих участников было победителей? Смотрите, в самом начале приняло участие больше миллиона человек, то есть это первоначально дистанционные этапы, на полуфинал отсеялось приехало только 600 человек, а полуфинал проходили в разных областях, в разных лагерях, а уже с Иркутской области на финал поехало всего лишь 15 человек. Ничего себе! Это миллион человек обошла, получается, да? Ну, так вот если. Ты гордишься самой? Ну, конечно. Как одноклассники отреагировали? Обычно вот такой возраст, то не все могут приобрести, у нас говорят, а это Вера, опять это Вера, в том году ездила, в том году опять поехала. Ну, они все меня поздравляли, надеюсь, что это было от души. Искренне. Да. То есть класс у вас больше подружит. Да. Это здорово. А куда планируешь, ты нам пока не говоришь? Поступать она не сказала. Но из Ангарска. Собираешься ли ты уезжать? Вот еще есть. Скорее всего. Я не собираюсь получать техническое образование в ВГТА, поэтому скорее всего выберу гуманитарный вуз. Вера, мы знаем, что такой крупный конкурс для, так скажем, определения уникальности, наверное, какой-то, да, среди молодежи для определения вообще таких талантливых детей проходил у нас в России, ну и вообще конкурс таким названием проходил впервые при поддержке правительства Российской Федерации. Это так? Да. Мы даже смотрели видео на Ютубе, что президент с вами… Да, по видеосвязи общался. Была возможность задать вопрос? К сожалению, у нас не было. Задавать вопросы президента – это твоя прелогатива, Яна. У меня было. Твой звездный час. У меня был такой, как вы честно признались. Думаю, Вера, все впереди. Мы за тебя очень рады. Мы видим какая-то нарядность с дипломами, с атрибутикой и за спиной у тебя видим что-то такое яркое лежит. Мы знаем, что ты не просто так с этим пришла. Расскажи. Да, абсолютно верно. Я бы хотела разыграть эту кепку. Первый, кто ответит правильно на мой вопрос, станет ее обладателем. Итак, вопрос. Назовите дату проведения конкурса «Большая перемена» в 2021 году. О, вот так вот. Прикольно. Мы обязательно этот кусочек с твоим вопросом вырежем для нашего аккаунта в Инстаграме. И там, кто в комментариях первый ответит, давай уже так сделаем, да, механику конкурса, тому и подарим твою кепочку. Она останется у нас, верно? Мы обязательно тебе пришлем фотографии победителя. Спасибо. Мы желаем вам огромных успехов. Спасибо вам огромное, что вы детишек наставляете, их учите чему-то, даете какой-то пример. Спасибо тебе большое, что ты вот такая вот у нас умница. Я обожаю, когда у нас в городе Ангарске есть действительно какие-то уникумы. Мы надеемся, что ты потратишь миллион с умом, и мы еще будем видеть тебя, может быть, задающий вопросы президенту. Ну а почему бы и нет? Может быть, и выше пойдет, может быть, и федеральный канал будет работать. О, это Вера, она вам сказала. Спасибо большое, девчонки, что пришли. Успехов вам. До свидания. Спасибо. До свидания. Ну что, раз Вова обещала сегодня немного необычную акцентологию, я решила подготовить, окунуться в мир детских сказок. Раз сегодня пятница тринадцатая, повеяна немного такой мистика, я сразу вспоминаю детские сказки, когда мы слушали про Бабу Игу и немного пугались. Вот мы сегодня с вами будем разбирать термины, которые употребляются только в русских народных сказках. Какие-то были даже придуманы специально вот для сказаний. Давайте начнем с первого выражения, я думаю, что оно для вас должно быть знакомым. Ну да, конечно, все знают, что такое кушак. Кушак – это большая ложка, которой ты хочешь кушать много. Кушак – это полотенчик, на котором подается все. Вова, мне кажется, специально сказала, чтобы все-таки да не, привлечь внимание зрителей, чтобы они попросились тебе. Ставила, блин. Кушак – это же вообще пояс какой-то вроде. Да, причем именно мужского гардероба, широкий такой, сшитый из ткани. Используется для обвязывания или обматывания вокруг талии. Поэтому я напишу, что это пояс. На бредских свадьбах просто есть традиция обменяться кушаками. Да, кстати, да. Поехали дальше. Гой еси – это выражение. Ну, это, короче, типа, как москвич говорит, хотел сказать, типа, гол если, и он, ну, у них все сокращают и изменяют, и он говорит, гой еси. Гой, я помню, гой – ты, Русь моя родная, да, вот это в произведении гой, это мне все время казалось, эй. Хой. Эй, типа. Ну, вот если конкретно про слово гой, то это жить и здравствовать. Перевод. А, типа, живи, Русь моя родная. А еси – это устаревшая форма глагола быть, то есть, когда говорят приветствие, гой еси, это значит, будь здоров, будь жив. Жить, быть – это жили-были, как будто бы. Зажили-были, получается, я сказал. Я напишу, будь здоров. За гой еси расскажи. Еть. У меня такой… Да, еси хочется если сказать, если честно. Еси хочется сказать. Еси. Это имя или ребенка. Еси – это Есенин просто сокращенно. Кочеток. Это Кочеткова. Любая девочка с фамилией Кочеткова. Кочеток у нее погоняла. Кочеток – это какое-то растение, росток какой-то, нет? Ну, это потому, что ты, мне кажется, вот… Кочеток. Кочеток. Или котелок какой-то. В некоторых сказках… Погоняла девушки, по-твоему, тоже ты будь обязательна. А как? По-любому сокращенное. Например, привет, типа, Витя, там, привет, Вова. Вить, как зовут твою девушку? Он такой, так-то, а погоняла. Кочеток. Да, да, да. Мне интересно, что в этом случае сказал бы Вова про меня. Погоняла. Ну, у тебя никулиоз. Никулиоз. Кочеток – это животное. Кочеток – это животное. Кочеток – это животное. Кочеток, кочеток. Это котенок? Бычок. Кит. Улитка. Ничего себе. Ладно. А кто это? Козел. Козел. Теперь мы знаем, как Яна называет своих мужчин. Петух. Тоже погоняла. Да, Вова? Вова же начал чем-то погонять. Это пара, короче. Пара – кочеток и петух. Ну, типа, ребята. Это… Так. Кули-мули. Я могу даже сделать подсказку. Это в сказке «Царевна лягушка». Кули-мули. Кули-мули. Это как жили-были, как будто только лягушачьим. Кули-мули – это погоня у Щербакова, если вы понимаете, о чем я. Жены старших братьев, наблюдая за тем, как царевна лягушка выпекает хлеб, пытаются повторить ее действия, но в результате у них получаются кули-мули. То есть непонятно что. Это они пытались постряпать что-то? Да, они пытались постряпать, у них получилось непонятно что. Это мама моя говорит, убирайся в комнате, например. Я говорю, да, мам, она опять в кольях-мялях все. А я вчера тоже пытался постряпать, и у меня получилось. Да? Устряпаться. Да. Так, поехали. Поскребышек. Поскребышек – это гребешок какой-то. Поскребышек – я знаю, что такое. Это, короче, когда кошка, ну, сходит по своим делам в лоток, и она потом вот делает поскребышек. Поскребышек. Не, на самом деле поиграть вообще можно всяко-разного. Яна, давай свой вариант. Я думаю, в Древней Руси и в сказках точно этого не было. Ну да. Там кошки в лотки не ходили. А в двухтысячных ходили. Поскребышек, поскребышек. Ну вот как вам слышится? Это когда Буратиново так делали, поскребышки летели одни от него. А, я понял. Смотри, вот когда ты вот так делаешь, например, мне кажется, это поскребышек называется. А мне кажется, когда ты делаешь так, так это психическое расстройство. Поскребышек тоже может называться. Короче, поскребышек – это остатки, собранные со стенок посуды. Например, когда ты выковыриваешь последнюю ложку меда или варенья, а еще, еще, оказывается, есть значение у этого слова, так обозначают позднего или последнего ребенка многодетной семьи. Не очень приятно. Получается, я поскребышек. Мама взяла меня почти в сорок. Сколько у тебя братьев и сестер? Двое еще. И получается, я последний ребенок в семье, еще и поздний. Получается, я поскребышек. Ты поскребышек. Ну, честно, я ничего поскребышек. Вот и разобрались. Я на поскребышек Попова. Осталось придумать Побе и мне ползвища. Катя, чуток быстрее. Хорошо, что Ника. Ну, получается, я кули-мулиника. А мы вам желаем хороших выходных. Сегодня Всемирный День Доброты, поэтому делайте добро. Не бойтесь сегодняшней мистической даты. А еще мы хотим быть вам же полезными, поэтому мы вам огласим, что в эти выходные, вот Вова знает, как никто, открывается сезон на Снежнем Мае. О! И это отличный повод туда съездить. Там сейчас зима, сказка, поднять себе настроение. Вот. Вот видите, лайфхак. Лайфхак. Хороших вам выходных. Всего доброго. До свидания. Пока-пока. Гороскоп на 13 ноября. Овин. Следите за новостями. Могут появиться новые идеи и намерения. Пока только намеки. Телец. Ожидаются перестановки в партнерстве, деловом или личном, и ваши действия создадут для этого определенные предпосылки. Близнецы. Близнецы. Не давайте себе оставаться продолжительное время в рамках одной темы или думать о каком-то событии. Рак. В работе особенный интерес вызовет эстетическая сторона и взаимодействие с коллегами. Цените поддержку людей. Лев. Определение целей на будущее может проходить в конкурентной борьбе. Изучайте тенденции событий. Дева. Ваши позиции укрепятся за счет новой темы, в которой вы продемонстрируете свою компетентность. Весы. В отношениях может произойти переворот. Насколько серьезным и ощутимым он будет, зависит от условий, которые сложились ранее. Скорпион. Интенсивность событий нарастает, внезапно может измениться не только контекст этих ситуаций, но и отношение к жизни в целом. Стрелец. Может состояться важный разговор с близким человеком, после которого отношения станут более крепкими, или наоборот. Козирог. Вы можете считать, что неприятности позади, но что-то может внезапно возникнуть, угрожая стабильности. Водолей. Внимательно следите за тенденциями в семейных отношениях, не назревает ли где напряжение, предотвращайте конфликты. Рыба. Благоприятный день для небольших поездок. Смена обстановки пойдет на пользу, вдохновит и поможет настроиться на творческий лад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова